Возвращение королевства Ноктис и трое его верных спутников отправляются в грандиозное путешествие, в ходе которого они раскроют тайну судьбы Ноктиса и дадут отпор захватчикам из Империи Нифельхейма. Ноктис — наследник престола, единственный сын короля Орегиса. Он не придает особого значения своему королевскому происхождению, и, несмотря на беззаботный характер, всегда готов защищать тех, кто ему должен. В бою Ноктис использует призрачное оружие, которое он буквально достает из воздуха. Эта способность передается в его королевском роду по наследству. Промпта — друг Ноктиса и одновременно душа всей компании. Промпта и Ноктис подружились еще в детстве. Промпта — молодой парень из простонародья, и он не был готов к трагедии, которая произошла в Люцесе. Он самый слабый и юный в команде, но отлично владеет огнестрельным оружием и оказывает неоценимую помощь в бою. Промпта увлекается фотографией. Снимками, сделанными по ходу путешествия, можно делиться в социальных сетях. Гладио — самый старший из спутников Ноктиса. Представители его семьи уже многие поколения охраняют королей Лизы. Однако Гладио и Ноктис — не просто телохранитель и сузерен, а верные друзья. Гладио настолько силен, что может броситься с разбегов толпы врагов и устроить настоящую бойню. Являясь выживальщиком, Гладио находит после сражений все более полезные предметы, постепенно развивая свои способности. Когда ты не стесняешься, я стесняю тебя. Это моя работа. Игнис — самый рассудительный из спутников Ноктиса. Его воспитывали вместе с Наследным Принцем, чтобы он стал его советником. Я анализирую, что интеллигенция у нас есть, чтобы найти нашу дорогу. Во время битвы он ловко расправляется с врагами, используя двойные кинжалы. Игнис! Игнис умеет отмечать сразу несколько врагов на поле боя, что позволяет Ноктису поочередно атаковать их телефоны. Игнис — прекрасный повар. Он готовит для друзей вкусные и красивые блюда, которым позавидовал бы любой ресторан. Эта еда наделяет героев различными бонусами. Я пришел с новой респе. Многогранным, увлекательным повествованием Final Fantasy XV немало интересных персонажей второго плана. В первую очередь это Луна, принцесса Тенебры, чья дружба с Ноктисом длится с детства. Она стала самым юным оракулом в истории и обладает способностью говорить с богами. Государь из моря, я вас посетую! Регис, свергнутый король Люциса, а также его враги Ядолаз и Ордин, император и канцлер Нифельхейма соответственно, не менее важные персонажи этой саги о предательстве, жестокости и тайне. Боевая система Final Fantasy — это необыкновенная, головокружительная смесь магии, могучих помощников и действий в реальном времени. Удобная, но в то же время глубоко проработанная. Эта система позволяет вам использовать не только широкий выбор оружия и снаряжения, но также применять навыки и оружие ваших товарищей. Не забывайте про оборону. Парирование, контрудара и уклонение от атак также важны на пути к победе. Используя уникальную способность Ноксиса телепортироваться, вы можете вступить в бой, напав на противника издали или уклониться от фразочных атак. Вы также можете сбежать с поля боя, чтобы осмотреться или восстановить здоровье. Для тех, кто предпочитает сражаться вдумчиво и неспешно, предусмотрен режим ожидания. В режиме ожидания игрок может свободно целиться в противника, наводить обвинания, выбирать действия для товарищей и многое другое. В ходе ваших странствий вы можете найти и приобрести мощные виды оружия и аксессуаров для Ноксиса и его команды. Вы можете закреплять разные виды оружия и магии за определенными кнопками и быстро переключаться между ними в бою, чтобы придерживаться собственного стиля боя. Наконец, выбранные вами костюмы также могут принести пользу в бою. Вы сможете одевать Ноктиса и его спутников в различные костюмы, каждый из которых обладает своими плюсами. Магия — ценное оружие в вашем арсенале. Вы накапливаете энергию стихий, поглощая ее в особых местах, разбросанных по карте. Затем магическая энергия преобразуется в заклинания и хранится в снаряжении. Чем больше вы развиваете выбранный тип магии, тем мощнее и эффективнее он становится в бою. Магию можно сочетать с различными предметами, наделяя их особыми свойствами. В ходе прохождения Final Fantasy XV ваши герои получают очки способностей, повышая уровни и выполняя задачи. Добро пожаловать, мэн! Их можно потратить в астральной сфере, чтобы активировать ее узлы и наделить персонажей новыми полезными навыками. Развивайте Ноктиса и его спутников так, как вам нравится. Разумеется, в игре из серии Final Fantasy никак не обойтись без призыва существ. В Final Fantasy XV вы можете призывать грозных, могущественных существ — астралов. После того, как вы сумеете заручиться их поддержкой, они помогут вам в бою своей сокрушительной мощи. Мир ЭОС настолько огромен, что пешком вам его не обойти. Вы отправитесь в важное путешествие на крайне экстравагантном автомобиле. Регалия станет вашим основным средством передвижения. Она позволяет быстро перемещаться между основными локациями. Но чтобы сразиться с врагами и исследовать мир, вам придется путешествовать пешком. Или верхом на Чокобо. И еще кое-что. В один прекрасный момент Регалия сможет взлететь. Это круто! Final Fantasy XV полным-полно дополнительных заданий, доступных вам во время вашего приключения. Некоторые из них относятся к основному сюжету. Они расскажут о различных событиях в мире и помогут ближе узнать персонажей, которые встретятся вам на пути. Информаторы предложат вам принять участие в охоте, за которую полагается опыт и денежное вознаграждение. Выполняя эти задания, вы будете повышать свой ранг охотника, тем самым получая доступ к охоте на более опасных чудовищ и к более щебрым наградам. Удачной охоты! Убежище! Убежище. Места, разбросанные по всему Эосу, где команда может безопасно отдохнуть в конце дня. Разбейте лагерь в одном из таких мест и попросите Игниса приготовить вкусный ужин, повышающий характеристики. В некоторых уголках мира вам встретится игра Justice Monsters 5. Это пинбольная аркада, которую обожают Ноктис и прочие жители Люсуса. Она является полноценной игрой внутри Final Fantasy XV. Также ее можно скачать отдельно в версии для мобильных устройств. Помимо Justice Monsters 5, здесь есть и другие мини-игры, например, рыбалка. Попробуйте поймать что-нибудь на ужин. Ты делал хорошо. Путешествуя по огромным просторам Эоса, вы откроете фантастический мир. Прекрасный, трагичный и очень увлекательный. Мы должны играть снова в некоторое время. Final Fantasy XV сохранила легендарные черты серии Final Fantasy, пленящей игроков на протяжении почти 30 лет. Но при этом она является революционно новой игрой, созданной с применением новейших технологий. Зовите лучших друзей, садитесь за руль! И отправляйтесь в грандиозное путешествие на поиски своего предназначения. Верните принадлежащий вам по праву трон и станьте настоящим героем нового фантастического приключения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова